привет дорогие друзья время приготовления брусков пошло вот так они сейчас у меня выглядят вот такие они красивые приготовленные осталось им хорошо просохнуть и дальше они пойдут на обжиг но обжиг я уже снимать не буду вы уже видели моих репортажах дальше я вам сейчас покажу как его готовлю что все просили я действительно ни разу не показывал и дальше я подключу своих друзей своих коллег они тоже расскажут что какие какие и что у них шедевры получается на дубовых брусках ну как говорится приятного просмотра вот мы отделе сахара вот он всякие разные 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 но нам нужен сахар тростниковый вот мой любимый его пив прикуску турган то есть чистый тростник переводится то чистый тростник то есть тростниковый сахар ну и для того чтобы приготовить наши бруски вот мы берем такой вот сахар чистый тростник два пакета нам достаточно вот этот сахар я люблю с кофе и с чаем иногда но этот прикуска вот так выглядит желтый тростниковый сахар на 100 я щи в европе игр с подделкой или еще что-то такого нету иначе очень плохо закончится ну что пошли дальше дуба у меня конечно много разных образцов я уже их много распилил вот у меня там уже огромный огромный ящик в котором уже очень много их дальше я иду на спил вот циркулярки у меня значится это только для брусков для этого моего хобби но поскольку у меня на объекте очень огромная пила поэтому я находясь дома и вот просто показываю как я делаю спил ножовкой вот а дальше я буду пускать на пилу или циркулярку то есть делать бруски потому что спил себя лучше всего зарекомендовал раскрывает поры и прожигает дополнительная карамелизация вот идем дальше для тех у кого нету циркулярной пилы ну есть обычная пила я делаю разметку сразу себе и сейчас буду пилить после того как я сделаю спил потом я еще пропорционально напилю на наброски вот это будет лучше чем рубка ну мы сделаем сейчас и руку тоже вот пошел распил то есть я его делаю на брусочки ножовкой спил я уже сделал пошел опять успел либо сейчас мы возьмем на топорик можно брать сверху молоточком основа вниз но служит дикая вишня мне нравится скол то что вы видите как он работает это нормально это дуб то есть я буду валировать такие такими брусками вы вот но мне эта работа мне нравится дуб разных пород есть по разному идет скол ну вот получились бруски которые мне не очень нравится но я с них с ними тоже также начинал вот раскол идет у нас вот неаккуратный не очень красивый но тем не менее мы все равно будем делать продукт даже наверно да нет не буду ничего ничего делать оставлю так как есть потому что смотрю обзоры в основном практически всех так одинаково как только закипела вода мы бросаем бруски ни в коем случае не с водой холодной ждать закипания это очень плохо таким образом не работает та система моя технология который я к ней пришел итак бросаем их ровно на полчаса время пошло так ну все пускай они варятся готовится полчаса итак полчаса прошли самое главное запоминаем как вода закипела мы бросили бруски температуру не понижаем ждем чтобы все время кипела без остановки полчаса прошло я вынимаю бруски вот так вот они красавчики пока у меня будет закипать сироп они мне вот так вот подышат полежат вот эту субстанцию дубинную я выливаю какого она цвета и сразу же заливаю водой и делаю сироп это было первое кипячение вот так они у меня отдыхают буквально минут десять наверное пока закипит сироп с легким паром бруски ну вот водичка у меня закипела значит у меня здесь литр воды килограмм желтого тростникового сахара вот мы его высыпаем все у нас по фенчую деревянная ложка брусочки уже отдохнули чуть-чуть пока закипел сироп это у нас первая варка обратите внимание какой сразу становится цвет от тростникового сахара все теперь вот вы видите этот цвет как миласа как патока становится видите друзья мои сейчас надо сбавить огонь на медленном огне мы его сейчас превращаем в сироп вот обратите внимание еще раз повторяю на цвет если бы у вас был бы тростниковый сахар настоящий вы могли бы уже готовить дома ром и так растворили теперь ждем закипания а какой аромат невероятный какой невероятный аромат аромат не передать вот так выглядит настоящий желтый тростниковый сахар какой он дает эффект и так у нас пошло кипячение опускаем наши брусочки опускаем наши брусочки это для пробы очень люблю какой он вкусненький ай-яй-яй-яй-яй не передать вам накрываем крышечку время пошло засекаем полчаса кипятим на очень медленном огне уже на очень медленном огне если первый кипяток когда мы кипятим полчаса должно произойти у нас на скорости большого кипячения то с сахарным сиропом вот получается на медленном если у вас нет возможности тростникового сахара используйте белый чистый сахар с добавлением пары столовых ложек меда и стараемся быть рядом возле плиты ну вот пошла у меня вторая варка высыпал я опять на литр воды килограмм тростникового сахара и на очень медленном огне вот у меня на пятерочке стоит ну у разного разные плиты вот так это все выглядит это жизнь ой запотел я немножко вот вернулся пробую я постоянно очень нравится этот сироп очень нравится вот как он видите цвет конечный ну реально как патока тростникового очень люблю пока готовятся бруски вот так вот я его попиваю на вкус не только это я еще ловлю консистенцию сколько мне как дубильные вещества выходит ловлю ну очень вкусно очень вкусно очень вкусно реально очень вкусно не передать а потрясающе вот через полчаса мы это дело останавливаем бросочки сразу вынимаем даем им хорошо просохнуть проверяем как они высохли когда через скажем определенное время берем делаем надрез на 2,5-3 мм ножичком если видим что он сухой они готовы к обжарке все все приятные друзья с удовольствием перехватываю эстафетную палочку и немножко расскажу про обжиг хотя 200 миллиардов раз уже на своем канале показывал как он обжигает бруски все равно вопросы задают а как обжигать бруски например вот ну что делать приходится рассказывать еще 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 ну расскажем еще 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 вот они видите у меня какие белесые немножечко это почему сейчас объясню значит чем хороши бруски тем что мы для своего напитка каждого конкретного можем их подготавливать и программировать конкретно под каждый конкретный напиток вот у меня например эти брусочки пойдут в ром сейчас я хочу в ром привнести немножко кокосовой составляющей это можно сделать конечно просто порезав кокос там закинув настояв есть такой конечно вариант но есть и варианты например вот эти брусочки значит как вот Виталий показал я первый раз ну понятно там в воде сначала 30 минут потом 30 минут я кипятил в сиропе к сожалению не было сахара тростникового потому что у нас в стране с тростниковым сахаром ну просто беда то есть если он есть его есть натуральный где там вы найдете то он будет стоить там таких денег что бруски вам будут золотые вот собственно как я заменил я взял обычный сахар и подмешал туда мед то есть первый сироп у меня был сахар с медом ну мед какие пропорции вы будете спрашивать ну значит сахар с водой один к одному то есть килограмм сахара на литр воды и ту часть которую вам не жалко вы меняете от сахара на мед то есть например ну я добавил 100 грамм меда то есть у меня было 900 грамм сахара и 100 грамм меда на литр воды вот такая пропорция ну там у меня меньше было не на литр но пропорция чтобы вам было понятно значит а второй сироп у меня был на кокосовом молоке я хотел оставить показать коробочку но кто-то из моих домочадцев ее выбросил но тем не менее в интернете я конечно картинку нашел вот она перед вами вот такое кокосовое молоко я чуть-чуть подмешал воды буквально и сахар то есть сколько там получилось уже не помню тоже один к одному короче получилось и поэтому вот они такие немножечко белесые то есть я прокачал свои брусочки немножко таким кокосовым молочком и соответственно сейчас я покажу как в домашних условиях очень легко их обжигать ну во первых вот я просто выдвигаю решетку здесь ничего огнем нельзя поджечь то есть здесь железо стекло металл железо да я беру вот такую обычную горелку брусочки обязательно я укладываю вот так вот плотненько почему потому что если отдельно каждый брусок то будет пережигаться вот этот вот уголок то есть основное будет гореть уголок а вот вот эта поверхность она не будет нифига гореть все весь огонь будет концентрироваться поэтому я вот так вот рядышком укладываю и включаю собственно горелочку и обжигаю вот мы видим они обожглись ну в разной степени теперь я это все дело переворачиваю аккуратненько и так же и так же с другой стороны все делаю вот вот такие у меня красотулечки получаются переворачиваю еще разок довольно таки безопасно в домашних условиях можно все это делать вот таким образом я не люблю такой прям сильный обжиг чтобы они прям были обуглены я люблю такой вот карамельный такой обжиг мне так больше нравится вы можете обжаривать как вы хотите видите они прям вот и хочется взять и скушать такая вкуснотища вот так вот и что что теперь нам надо бросить их в свой дистиллятик итак друзья снимал 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 оказалось что не снимал ну вот брусочки я уже бросил здесь у меня значит ромовый дистиллят разбавленный до 60 процентов вот один брусочек я уже кинул туда и он пошла уже экстракция видите и обязательно под вакуум то есть вакуумная система позволяет работать нашим брускам лучше всего до 5 дней они будут стоять этот брусочек здесь где то 800 миллилитров но обычно один брусочек я бросаю на литр на литр 60 градусного это самая лучшая градусность для наиболее полной экстракции вот видите прям красота пошла уже красота сейчас я откачаю воздух и покажу вам как вообще пойдет экстракция очень быстро вот я не знаю видно вам прям побежали пузырьки вверх и все пошел процесс бомбический вообще брусок буквально рвет под вакуумом вот и все каждый день я буду снимать пробу как у меня готово не готово вот так вот я облагораживаю свой ром в частности да как один из способов я вам показываю ну а теперь я передаю эстафету Александру своему коллеге я вам показал как можно обжигать бруски в квартирных условиях но сейчас есть вероятность того что наступит весна а после нее наступит лето и вы наверняка все поедете на дачу может быть к себе может быть к друзьям и там как раз можете воспользоваться самым самым лучшим самым правильным способом обжигания брусков который вам покажет Александр я с вами прощаюсь пока ну вот всем привет сегодня показываю очередное барбекю с губовыми брусочками имеем вот такие небольшие дубовые брусочки каждая обжаривать их это конечно мучительно а вот пожарив мясо можно приготовить и брусочки вот уже пошел аромат карамельки самые кошерные брусочки в стране брусочки сделанные на углях это вам не газ вот смотрите как все это потемнело вот уже идет карамелизация цвет уже приобретает темный еще немножечко и можно будет кушать все он кипит даже если что-то где-то не обжарится до конца ничего страшного весь сахар при такой температуре он карамелизируется и кто боится что вот этот дым даст какую-то копченость ничего этого не будет все будет чики-чики ну вот получилась у нас такая вот кучка дымящихся угольков ну что ж друзья давайте продолжим дальше значит вот брусочки мы приготовили единственное я там сказал немножко неаккуратную фразу что пожарив мясо можно приготовить и брусочки я другое немножко имел в виду то есть не надо жарить после мяса иначе вот этот вкус то что мясо накапает да может у вас перейти в брусочки поэтому лучше конечно это делать отдельно то есть мясо отдельно брусочки отдельно на новых углях соответственно брусочки мы приготовили да вот вот такие они замечательные красивые у нас имеются значит что дальше мы берем мы берем один литр кукурузного дисцеллята ну кукуруза с пшеницей да вот у меня в данном случае не чисто кукурузный он обладает таким явным выраженным сладким ароматом ну передать его конечно невозможно пока через камеру ну кто делал тот знает кто еще не делал тот сделает и узнает его конечно пить в таком виде ну не камильфо как говорится поэтому что нам нужно для того чтобы все-таки получить из этого какой-то продукт либо залить в бочку на год да либо залить в катку на три недели вот ну либо еще более короткий простой способ но не менее действенный значит берем вот два вот таких брусочка небольших ну из расчета грубо говоря если мы берем один квадратный сантиметр длиной десять сантиметров один на один длиной десять да на один литр ну вот здесь они у меня такие неровные ничего страшного бросаем берем вакуумную крышку накрываем насосик и откачиваем 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 и вот посмотрите уже как у нас пошли пузыри и сразу же пошел цвет потому что здесь карамелизация очень сильная в данных брусках поэтому они моментально начинает вот этот карамелизированный сахар растворяться в дисцелляте крепость его где-то 55-60 градусов нужно брать крепче не нужно и вот пошел ничего страшного что карамелизация уже пошла он у нас растворится и многого не будет это я вам потом покажу вот посмотрите я специально включил фонариком свечу на белом фоне да видите как пузырьки идут вот это работает вакуум то есть он тащит и вот на брусочках посмотрите видите тоже из брусков он вытаскивает воздух вот он работает видите как красиво завораживающе еще хочу предложить вашему вниманию значит ну это не то что рецепт да как бы тот же самый способ приготовления копченого виски мой любимый напиток значит вот здесь у меня дисцеллят из копченого солода но дело в том что вот сейчас при крепости около 60 градусов если его понюхать да то вот именно копченая составляющая она явно выраженной не будет то есть я даже когда его получил в этот раз я немножко расстроился потому что раньше я брал другие солода и у меня даже при этой крепости без как бы созревания он давал ароматику здесь хоть и очень дорогой солод но тем не менее вот когда сейчас вот его нюхаешь такой явно выраженного копченого аромата нет значит я его уже как бы делал в разных разными способами у меня есть и бочонок залитый им стоит да и вот я уже делал тоже на брусочках видите цвет не очень насыщенный такой темно-соломенный я хочу сделать еще один на самых самых обожженных сильно на самых сильных обожженных брусочках то есть я вот выбрал три брусочка которые вообще фактически как угольки то есть очень-очень сильно им досталось вот и я их туда же кидаю беру крышечку возьму красненькую в этот раз чтобы не это самое не повторяться так же откачиваю вот пузыри пошли система работает колер пошел ну вот значит здесь что нужно раз в день подходить ну может быть два раза в день три раза в день но мимо идете да и проверять потому что крышки эти очень низкого качества они постоянно вот ну большинство из них через какое-то время стравливают то есть давление туда попадает вакуум пропадает и соответственно эффект пропадает да поэтому периодически нужно подходить пару раз качнуть проверять здесь не только кстати от крышек зависит но и от самих банок вот эти вот банки которые самые простые под закрутку у них не такое тоже идеальное вот это вот ну вот это торец этих банок да под крышку которая как под закатку идет они не идеальны вот поэтому лучше брать банки которые под завинчивающуюся крышку но сейчас я вот видел что вакс выпустил новые крышки как раз под закручивающиеся банки вот я бы честно говоря если где-то увижу их себе приобрету вот эти постоянно слетают то прокладка не то то банка не того качества в общем как всегда у нас в стране вот ну это так лирика значит вот я хочу сделать сейчас еще копченые виски именно вот с с сильным сильным таким темным цветом я вот даже сейчас посмотрю денек другой если я замечу что карамельки будет мало я туда еще один брусочек добавлю и хочу добиться даже чтобы немножко вот надо поймать чуть-чуть вот плинтусовочка как только появится вот легкий-легкий такой аромат плинтусовочки хочу попробовать сделать и потом отдыхать то есть вот обязательно после того как вы пять-семь дней продержите брусочки под вакуумом ну желательно раз в день их открывать крышечку и давать им подышать дисциллятику вот потом опять значит вакуумизировать и вот после того как пять-семь дней пройдет в зависимости от того что вы хотите получить нужно дисциллятику постоять потому что если вы сразу начнете пить он все-таки не будет того качества которое нужно вот я приведу пример вот у меня здесь стоит баночка на ней написано пять злаков то есть в этом дисциллятие присутствует пять злаковых культур вот такой светлый соломенный цвет у нее я могу сказать что если вот этот дисциллят мы будем пить в белом виде как мы его получили это невозможно вот у меня в банке еще тут осталось немножко остальное у меня в 20 литровой бочке залито я залил где-то месяц назад то есть когда мы открываем и начинаем слушать аромат это просто одеколон то есть одеколон в хорошем смысле слова здесь настолько сильная ароматика пять злаков дают что пить это невозможно в белом варианте даже после того как они простояли у меня что-то около семи дней под вакуумом я тоже не совсем получил то что хотел а вот после того как пару неделек они этот продукт отдохнул вот только после этого вот эта одеколонность притупилась значит какая-то вот это присущая зерновым мягкость появилась в аромате и только сейчас это можно употреблять поэтому даже после того как вы подержали свой продукт недельку под вакуумом с периодичностью проветривания все равно еще желательно недельки две три а то и месяц дать ему отстояться только потом он наберет и проявит то что как бы мы должны получить так что вот такие несколько рецептиков пожалуйста делайте наслаждайтесь ну что друзья вот закончился седьмой день и соответственно я вынул брусочки давайте теперь немножко о статистике то есть когда брусочки были загружены то где-то вот первые пару дней что касается бурбона вначале да скажу стоял такой запах реально карамели потому что бруски были очень насыщенные соответственно они сразу это отдали и где-то только дня через два три карамель начала уходить и появился такой небольшой привкус угольков который где-то на пятый шестой день тоже ушел и вот к шестому дню остался явный просто аромат такой фруктовый он на самом деле отличается от аромата если бы я делал скажем на брусочках вот такой вот не сильной обжарки вот посмотрите вот этот цвет десциллята да зернового он светло-соломенный этот такой красно-коричневый да таракотовый наверное можно сказать ну может я ошибаюсь в названиях потому что здесь бруски посмотрите вот они такие прям пережженные от них даже угольки отваливаются а вот эти видите они такие вот немножко только вот даже когда они полежали кое-где снег смылся даже вот след гарри и соответственно в ароматике тоже мы имеем разницу понятно что сравнивать разные зерновые культуры может не совсем правильно но тем не менее есть определенная закономерность потому что изначально они имели что-то общее значит у них был такой одеколонный аромат ну как бы в хорошем смысле слова да и вот эти вот слабый обжиг его немножко притупили но он тем не менее остался такой же острый а вот эти бруски они его как бы немножко скажем так сделали пожестче они его забили округлили и окрасили сильнее какую-то сильнее дали фруктовую нотку потому что здесь все таки количество и меда в сиропе было больше и обжиг сильнее соответственно карамелизация была более сильная вот и поэтому все это конечно не могло не отразиться я скажу что для меня вот этот второй вариант он более подходящий потому что здесь все таки очень сильно чувствуется еще вот это вот скажем так свежая нотка злаковых ароматов мне это тяжеловато пить а вот это вот для меня я думаю что будет в самый раз то же самое вот с копченым виски посмотрите это вот на слабые обжиги брусках да мы имеем здесь мы имеем на сильном обжиге соответственно вот здесь просто копченый аромат у нас такой явно выраженный с какой-то такой вискарной ноткой а вот здесь у нас уже приплетаются какие-то сторонние фруктовые нотки которые окрашивают посильнее дисцеллят и он становится такой ну более насыщен то есть если хочется просто чисто копченый это вот так а если чем-то еще окрасить то это уже вот так нужно вот такими брусками я вот даже немножечко видите туда кинул пару брусочков чтобы как бы немножко поддубить его добавить туда вернее даже какой-то такой легкой ароматики и округлить немножко так что вот по копченому виске у него тоже до трех дней вот в этом варианте вообще не было копченого аромата он только появился где-то после его после третьего дня и к шестому он уже явно устаканился но появились еще определенные такие карамельно-фруктовые нотки так что вот таким образом получаются разные напитки в зависимости от того какие мы брусочки пользуем поэтому нужно обязательно подбирать и пробовать то есть соответственно сделали какой-то дистиллят взяли там не обязательно литр можно пол литра да маленький брусочек попробовали посмотрели как на нем будет все это отображаться и тогда уже делаете решение с каким бруском настаивать сильного обжига слабого обжига пять дней семь дней то есть уже можно играть слушая аромат который образовывается но я хочу сказать что каждый день нужно баночку вскрывать дать подышать послушать его что там получается и тогда как бы будет какой-то результат конечно сразу не надо закидывать и вот у меня осталось еще две трехлитровые банки копченого дистиллята я туда все-таки кинул бруски которые посильнее обожженные он мне понравился побольше вот так что вот такой результат у меня получился статистику я привел всем желаю получать вкусные хорошие дистилляты ну и всего хорошего